доброго времени суток дорогие друзья вот этот интересный на мой взгляд ролик хоть и длинный рекомендую слушать его полностью до конца здесь скажем так этот ролик из двух частей состоит первая часть демонстрация скажем так тупости самого взыскателя коллектора и вторая часть полная скажем так разоблачение вообще состояние души этого персонажа здесь будет вашим услугам герпес адольфович и обычный юрист сразу два человека с ним говорят все в одном ролике одновременно вот послушайте как он среагирует так внимание на сцену выходит герпес адольфович из лаборатории лаборатория слушаю вас да здравствуй анатолий васильевич да да слушаю кто это это манеза данил и вячеславович по поводу оплаты вашей оплаты не поступает ой вы меня сударь мой на рабочем месте застали я привычу мне это самое сотрудники звонят простите да я же представлять лаборатория вам надо да казалось бы вы знаете надо сегодня да какие-то деньги вам занести а это какая организация то у меня есть много как а я думаю это ваша фамилия манеза думаю странная фамилия какая-то такая не совсем а я почему вы меня вели в заблуждение извините конечно имя отчество и манеза это мана как вы там сказали давайте вместе посмеемся манеза как манеза данил вячеславович так и смешно согласитесь звучит манеза ну да а я и подумал манеза сразу не сориентировался нет данила вячеславович вы знаете давайте я сейчас вам и сторону ситуацию расскажу а вы уж там принимайте решения а я думаю посмотрите я вам откровенно предлагаю у вас структура денежная до финансовая вы затруднений в деньгах не знаете я вам предлагаю стать своим с автором я долго думал предложить не предложить кому предложить и знаете так взял посчитал думать кто первый позвонить тому и повезло вот чёрт побери что называет а вы знаете чем я занимаюсь вас там же записано записано смотря что вы указали монтажник написано монтаж а точно я помню да я же с какой-то вашей менеджером разговаривал она мне говорила если вы там напишите что вы кандидат физико-математических наук занимаетесь научной деятельностью к вам ни хрена не дадут игры что тогда написать она напишите сварщик монтажник только опишите чего-нибудь написала ладно вы там это это раз ваш сотрудник сказал тогда это начнет так лучше было бы для вас вы смотрите я на самом деле доктор химических наук и доктор физико-математических наук но сейчас я погружен с головой в химические эксперименты а точнее даже в анатомические и на пороге я на пороге великого открытия скажу я вам так сударь мы ну так что он рассказывает вам дальше ли вам интересно мне это может интересно да вот в принципе деньги бы деньги бы компании так вы не представляете о каких деньгах сейчас речь идет что вы там говорите 4000 я видите у меня какое настроение приподнятое у меня как это сейчас говорят кураж кураж меня меня аж понесло вот этот смерч тоже надо эмоциональный со мной случается потому что я вчера сударь мой скрывал края вот и обнаружил странную анатомическую особенность причем это обычная ситуация но и на нее ни один ученый не обращал внимание если я сейчас над этим поработаю я смогу предоставить в научный мир великолепнейшее открытие а вы знаете какие гонорары светят нам с вами вот не побоюсь уже вот такого заявления нам смотря какую премию вы выиграете я крик вы неправильно выражаетесь премии не выиграют премии получают здесь нет никакой лотереи сударь мой здесь четкая конкретная научная работа так вот премии от 100 тысяч американских тех самых долларов вы понимаете как мы можем с вами вот в этой с вашим этим майонезом разбогатеть ну вот это вы как нам сказали ваши контроли там называется майонез по моему да ну ладно это ваше право называть вы конечно же переименуетесь вы сделаете какой-нибудь холдинг вы сможете свои услуги оказывать повсеместно я вам предлагаю соавторство но вы должны мне дать возможность заниматься спокойно ну и конечно если вы еще и меня проспонсируете субсидируете то я буду вам безмерно благодарен потому что в принципе я сейчас вынужден приобретать ну не приобретать а изыскивать средства да ну вот подобные вашему майонезу конторы и я там беру постоянно знаете беру отдаю беру другого отдаю беру вот этот вот круговая порука я понимаю что я уже в болоте потому что кандидат физико-математических наук я понимаю что но я надеюсь я надеюсь на резкий взрыв финансового благосостояния у меня и вот если уж вы как говорится присоединитесь к этому научному прорыву то и вам достанется с лихвой сударь мой а каких процентов вы могли бы рассуждать чтобы дать мне скажем так карт-бланш какую долю вам я-то от имени компании не могу такие переговоры вести Данила Данила простите там да вы вы пожалуйста побеседуйте со своими вот со своим высшим руководством я жду с нетерпением вашего звонка давайте так договоримся чтобы вы не беспокоились я не буду никому больше предлагать я чувствую что с вами можно кашу сварить как говорят сейчас кашу сваришь не сваришь а с вами по моему можно сварить кашу дело в том что я вам серьезно говорю если бы вы понимали вот у края вы смотрели кинофильм собачье сердце скажите юноша да а вы помните там да доктор преображенский с барменталем со своим ассистентом пересаживали гипофиз да из собачки и собственно говоря наоборот точнее простите смертело тело алкоголика собачки так вот что там выросло господин шариков но у меня будет другая метаморфоза я чувствую вы представляете себе кролика ну в научном мире это мы говорим кроля но это когда их привозят бедняк вот и считаешь один кроль два кроля три кроля четыре кроля это когда их на препарирование привозят в коробках таких деревянных с дырочками и так вот если кроля сделать подобные какие-то манипуляции с кролем причем оставляя его живым тут конечно жестко жестоко то есть бедные глазки смотрят у него он на своих дед как думает ну это ладно я тоже долго с этим боролся с эмоциями но нас как наука наука и после этого сделать определенные манипуляции с кем бы вы думали только не думайте что с каким-нибудь алкоголиком там вот с лягушкой с простой лягушкой с квакшей ага вот знаете что получится по моему мнению амфибия амфибию мог только господь бог изобрести а вот есть малое количество животных называемым амфибиями а тут рукотвольная как вы думаете будет это интересно кролика получится а тут сложно сказать на кого он больше будет похож на кролика или на квакшу ахаха на кого он будет больше похож это неважно это смысл вы будете кролика пересаживать а там смотрите да ну сейчас мы должны сообразить есть ли возможность у земноводного тут надо понять вот 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 вы корень злите юноша я не знаю может быть у вас образование позволяет здесь то как раз сейчас и дилемма либо кроля мы берем как донора либо квакшу но объединить вот эти два органа нужно обязательно если они приживутся сударь мой мы с вами будем скажем так всю жизнь ходить с гордо поднятой головой вот эти вот четыре тысячи либо там две тысячи которые мы с вами обсуждали да они будут нам смехотворными казаться потому что мы сможем каждый день тратить такую сумму просто на то чтобы ну если хотите женщинами пользоваться вот у вас есть женщина конечно то есть вам не нужно будет женщинами пользоваться а вот у меня нет к сожалению у меня есть старший научный сотрудник такая дородная барышня если хотите я вам расскажу а вы пропадаете да алё ну так что вы мне скажете что вы мне скажете вы согласны с авторством ступить да я то может и согласен лично допустим и до этого надо почитать документацию и так далее благо образование позволяет оценить а какого спросите вот мне сейчас важно я чувствовал что я вот угадал какое вас спросите юноша образование у меня техническое у меня техническое то есть вы вуз вуз закончили да какой то конечно да и ну так спросите задерживаясь а почему вы работаете как же это работа другой нет то есть вы решили а вы простите еще раз вы здоров у вас руки ноги вы не инвалид да да конечно ну сами подумайте младшим научным сотрудником на завод балки обсчитывать которые мне приводят а потом просто книжки читать до вечера за 15 тысяч или здесь работать лучше уже здесь ага действительно дилемма точнее отсутствие дилеммы простите пожалуйста а что же вас сподвигло пойти вот получать такое образование никчемное да я уже не помню хороший вуз был просто аэрокосмический аэрокосмический вуз и вот так вот балки потом обсчитывать конечно конечно не завидую я вашей участи и вы предпочли пойти вот в эту в майонез этот обзванивать людей да правильно да 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 я до этого в банке работал поэтому я не только здесь работал а что а почему в банке вы не не остановили свой выбор на банке алло а почему вы на банке свой выбор не остановили переехал и там где вы живете тебе и банков нет ну не везде же их коу-центры не в каждом городе нет подождите ну менеджером там по работе с клиентами я не знаю так в ту же службу безопасности анатолий васильевич да алло 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 я вас слушаю я вам на почту на номер телефона отправил смс с электронной почтой вы туда пишите если вы там достаточно подробно как там Данила Васильевич да Данила Васильевич Данила Вячеславович а Данила Вячеславович слушай Данила Вячеславович слушай идиот ну тебя протроллили сейчас на ютюбе выложим да понял ты да и шел бы ты балки считать ебанушка блять работаешь людей гнобишь блять и прощ ты ебнутый ты потому что вот почему ты блять не можешь ты даже балки считать не можешь это чтобы я проще людей гнобить нахуя ты микро финансовой организации под названием майонез работаешь А тебе не стыдно самому суку у тебя ж дети родятся а ты же понимаешь что они людей грабят конечно они людей грабят людей обдирают до нитки. Короче, канал Кузнецова Дмитрия, компания Алиам. Запомнил? Хорошо, хорошо. Поглядывай туда, на днях там этот ролик будет выложен, и читай обязательно комментарии, Данила Вячеславович. И пока не передумаешь о своей жизненной позиции, не вздумай заводить детей. У тебя там женщина есть, да? Не вздумай. Да, да, да. Потому что генеалогическое дерево продолжаться не должно. Таких тварей... Ну, мне не надо так, как вам, утверждаться. Да ладно тебе. Не, я тебе сказал, куда заглянуть, в какой канал, и ты посмотришь, кто, где, в чем утверждается. Нет, я не буду даже смотреть. Нет, ты посмотри, у тебя времени нет. Тогда пиздуй балки считать, идиот, блядь. И не звони людям, не порти людям жизнь чмо, блядь. Понял? Ну, я смотрю, да, у вас образование позволяет вам... Да, вот это я тебе на канал загляни и посмотришь, с кем ты общаешься. Давай. Да вы не безразличны, я слышу, с кем я общаюсь. Понимаешь, что? Тебе вообще люди безразличны. Вот это вот важно. Тебе люди безразличны, человеческие проблемы... А с чего у меня должно быть? А с чего... Да потому что, сука, ты тоже человек, блядь. Понимаешь? Да. Да, или ты об этом не задумывался. И у тебя еще, сука, вся жизнь впереди, Данилова Вячеславович, блядь. И ты слышал, когда ты сказал, четыре тысячи, а завтра девять. Ты понимаешь, что какой-нибудь человек побежит, блядь, перехватывать эти деньги, блядь. Потом его еще раз и еще раз. Он у детей заберет. Он потому что не знает, а вы, скоты, этим пользуетесь. А мы заставляли его брать. Да какая тебе разница? Ты не будь в этой шараге, понимаешь? Кто заставлял? Ты не выдумывай, ты не представляешь. Кто по долгам? По долгам нужно соседу, другу, брату, знакомому платить. Но не в микрофинансовую организацию, не расставщикам. Ты Библию открывал, придурок, хоть раз? А? Ну-ну. Вы на... Слушай, а тебя не пробьешь, да? Сколько вы перебачиваете? Да какая разница, блядь. Все расставщики неправы, понимаешь? Неправы. Со всех... Слушай, ты не будь дебилом, ты просто послушай. Послушай, нормально. Я все это слышу уже не один раз. Да, значит у тебя, блядь, сука, инъекция в башке какая-то. Не оригинален, да? А я тебе гарантирую, что если ты посмотришь на мой канал, ты изменишь свое мнение. И комментарии почитаешь, дебил, блядь. Людям помогали. Я тебе говорю, я сейчас не буду. Вот слышишь, компания Алям. Алям мозги промывали. Да какой это? Хорошо, хорошо. Один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Понял? Да, конечно, да. Да, посмотри-ка. И вот так идет диалог у нас впереди. Да, 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 да. И это уже давным-давно все знают, что я вот таким образом удивляю вот эту вашу масть. Поэтому ко мне люди идут, потому что они знают, что я вас ненавижу, скотов. И помогают... Я думаю, что не из-за компетенции они к вам идут, к вашей, а из-за простого фарса вот такого. Да ладно тебе. Слушай, подожди, а ты хоть одному человеку в этой жизни помог? Ты лично кому-нибудь помог в этой жизни? Я помог. Да. Кому? Зачем? Когда? Каким образом? Денег дал, а потом содрал. Своим знакомым, и не только своим знакомым, но и клиентам. Каким образом? Дал денег, а потом обобрал? Забрал в три раза больше? Я дал им возможность, они воспользовались, они избежали. Да ты заблуждаешься, чувачок. Ты заблуждаешься. Ты воспользовался их юридической некомпетентностью, их незнанием, и на фоне незнания страхом. А почему ты им не дал пять тысяч и обратно... Вот смотри, тогда бы был другой вопрос. Вот тебе пять тысяч, и обратно дай пять тысяч. Обратно дай просто пять тысяч. Я не занимаю людям, которые не возвращают долги. Нет, нет, нет. Вот тебе пять тысяч, и отдай обратно пять тысяч. Это что, не возвращение? Это помощь. Вот это помощь. Вот это я называю помощью. А, то есть дать рыбу вместо удочки, да? Да что ты, блядь, там ты не туда смотришь. Ты не туда смотришь. Я тебе просто говорю конкретными человеческими аргументами. Ты сказал, что ты помогаешь людям. На тебе пять тысяч... Вы юрист, вы должны юридическим языком общаться. Я тебе ничего, скотина, не должен. Запомни. Привык, что тебе должны что-то, блядь. Запомни раз и навсегда, что тебе никто ничего не должен. Окучивайте, окучивайте людей. Не за счет компетенции своей. Да, 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 да. А за счет того, что просто повторяете то, что они хотят услышать. С чего это ты взял-то, а? Нет, а с другой... А подожди, хорошо, окей. Ты прав. Подожди, подожди, подожди. Ты прав. Да. Я говорю то, что они хотят услышать. А что в этом плохого теперь, ответь мне? Они ждут этого. Они ищут, кто бы им это сказал. Вот именно, а вы этим... А я и говорю сейчас, что можно кредит... Ты понимаешь, что кредиты можно не платить вообще вам? Вот ваши шараги, вообще, вы вот даже... Вот этот ваш майонез, он даже в реестре не числится наверняка. Я сейчас не могу посмотреть, но я посмотрю... Проверьте, проверьте. Есть? Ну хорошо, пускай он даже есть. Но ты понимаешь, что просто вам можно брать и не платить. Какая статья? Ваш договор несет признаки кабальной сделки. Заключить... Понятие кабальной сделки. Кабальная сделка. Да ты мне, сука, сейчас еще раз командуешься. Я в машине сижу, я на память не помню. Понял? Сатью мне, скажите. Какую я тебе статью? Я тебе скажу, как она звучит. Что этот договор был заключен в тех условиях, когда сторона, одна из сторон, не могла предвидеть последствия этого договора. И эти последствия могли сложиться таким образом, что одна из сторон, если бы знала о наступлении этих последствий, не заключала бы этот договор, либо заключила его на совершенно других условиях. В договоре все указано. Да договор... Договор знала. Берешь... В смысле знала? Ты в курсе, что есть термин юридической некомпетентности? Суд совершенно спокойно это принимает. Да, конечно, конечно. Слушай, ты у нас все выигрывают суды. Я тебе... Кто там выигрывает? Выигрывают только у тех, кто не защищается. Вы уигрываете... Вы выигрываете суды у стада. Понимаешь? А если человек защищается сам, либо обращается к специалистам, вы даже в суд не подаете. Как только получаете... Организация называется еще... АЛИАМ! Общество с ограниченной ответственностью АЛИАМ! А-Л-Л-И-А-М! В середине слова 2Л! Вот, запомни! АЛИАМ! В Ютьюбе посмотри! И так далее, и тому подобного. Давай все, не кашляй, придурок, и дебалки считай. Да, конечно, конечно. Ну вот, такой спектакль, друзья мои. Я надеюсь, вам все стало понятно. Для тех, кто недавно на нашем канале, я поподробнее расскажу о нашей организации. Мы занимаемся тем, что помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Банк платить не обязательно, если вы этого делать не можете. Микрофинансовая организация тоже подождет. На первом месте у вас должны стоять свои интересы. Амбиции коммерческой структуры вы не обязаны ставить на первое место в ущерб своей жизни. Это в двух словах. Подробнее на нашем сайте выложено видео, где мы четко конкретно рассказываем, как устроена работа кредитных юристов компании АЛИАМ. Что мы для вас сделаем, сколько это стоит, почему за кредит можно не платить, и почему это сделать легко и не страшно. Это самое главное. Если вы недавно на нашем канале, и вас замучила жизнь в долгах, если вы только и живете тем, чтобы найти деньги, пожалуйста, успокойтесь. Пройдите по сайту. Ссылка на сайт в описании любого ролика на нашем канале, в том числе и этого. Также сейчас для вашей помощи появится кликабельная подсказка справа на изображении, на видеоизображении. Вот она. По ней кликайте, переходите на наш сайт и обязательно смотрите видео на нашем сайте, как устроена работа кредитных юристов компании АЛИАМ. Все до такой степени четко, конкретно, доступно, выложено с минимумом юридических терминов. Сделано это для того, чтобы простые люди могли понять, разобраться в ситуации. Поверьте, это сделать несложно. Еще раз посмотрите, напомню, посмотрите, пожалуйста, видео на нашем сайте. И еще раз справа вверху выходит ссылочка, подсказочка. Посмотрите вправо вверху в углу. Вот она. Посмотрели видео. Если вам нужна юридическая помощь наших специалистов, а мы, поверьте, помогли не одной сотне людей уже, продолжаем помогать успешно очень. Пожалуйста, посмотрите видео и оставьте в форме на сайте заявочку. Естественно, в рабочее время вам перезвонят с телефона, который на нашем же сайте, наверху справа указан. Вот именно с этого телефона будут звонить. Забейте, пожалуйста, ВКонтакте. Этот номер. Вам перезвонят наши специалисты и пообщайтесь. Если что-то вы не поняли, недопоняли, мы расставим все точки на льду и подведем жирную черту под вашим кредитным прошлым и освободим вас от всего того, что вам так мешает жить. То есть приведем вас к комфортному платежу, либо создадим условия, когда банк сам откажется от претензий. Банк, кредитор не имеет значения. Мы работаем с микрофинансовыми организациями, с банками, работаем по всей территории Российской Федерации. Независимо от того, где бы вы ни жили, где бы вы ни находились. Как мы это делаем, еще раз говорю, посмотрите видео. Все поймете. Ссылка в описании ролика есть. Ну, кому понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на наш канал. Естественно, репост в соцсетях, не забываем. И еще ссылочка на группу ВКонтакте есть. Тоже в описании ролика. Там все наши ролики с канала дублируются. Вступайте в группу. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий. Всего вам хорошего, финансового благополучия, счастья и здоровья вам и вашим близким. Хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok